Сегодня с утра мы рассматривали заседание, которое в суде сошли предварительно. Мы рассматривали организационные вопросы, которые должны стоять в полицейском доме. К сожалению, мы в отсутствии 30 ноября, а я напоминаю, что это было мотивированное отсутствие, так как я находилась в Европарламенте как раз по делу политзаключенных, эти вопросы не ставились именно из-за моего отсутствия. И сегодня утром, до вот этого перерыва, который был назначен в 14.30, мы занимались рассмотрением вопросов, так скажем, организационного характера для этого дела, как, допустим, разрешение прессы присутствовать в зале. Мы на этом настаивали, суд разрешил частично, то есть присутствовать с выключенными микрофонами и камерами, что мы считаем нарушением, потому что только пресса может объективно освещать этот процесс. Это как 30 ноября уже произошли определенные провокации, которые сейчас адвокаты доказать не могут. Именно из-за того, что на сегодняшний момент у нас доступа к аудиозаписям и к протоколу, который письменно оформлялся 30-го, еще нет, а доказывать нужно уже сегодня. И пока мы будем ждать, просто мы опять за счет упускаем время. Если бы пресса была в зале, ее бы допустили до видеосъемки, сейчас этой проблемы и никаких провокаций бы не существовало. Второй вопрос, который мы рассматривали, касался разрешения для выведения Григория Петренко за пределы пенитенциарного учреждения для того, чтобы его освидетельствовал опытный фтизиопульмонолог. Это врач, который должен был осмотреть его по опасениям заболевания туберкулезом, потому что этой болезни его подвергали осмысленно там, в 13-й тюрьме. И также судебная станция сказала, что выскажется немного позже. На сегодняшний момент она нам не дала никакого ответа. Однако уведомила нас, что оказывается на мое имя, по какому-то адресу, где я никогда не находилась, пришел ответ от суди Бабалео. Это предыдущий судья, если помните, 28 октября. Он решил отправить, то есть совершил первый матч в Петренко, отправил дело в центр, откуда его таким же пасом вернули на Рашкан. Судья Бабалео еще, это тот судья, в чей кабинет зашел Олег Мельничук, и это засвидетельствовали также камеры, которые находились, был тот из очевидцев, который просто скрыто это снял. И мы поймали господина Мельничука, который заходит в кабинет Бабалео 28 октября, выгоняет оттуда секретарей и остается с ним наедине. После чего Бабалов и выносит вот это вот абсурдное решение о том, чтобы дело было не на Рашкановке, а в центре, и отказывает Григорию Петренко в врачейной помощи, в той медицинской помощи, которую мы просили после того, как была установлена опасность заболеть туберкулезом. До сих пор это уже? До сих пор это уже существует, более того, из-за неоказания медицинской помощи и из-за невозможности своевременно осмотреть Григория в нормальном медицинском учреждении, так как это позволяется. И я напомню всем, что это позволялось Адриану Никифору, осужденному за убийство на 17 лет. Это позволялся Элиду Плешко, есть такой, осужденный на 22 года за убийство, и он вынижает за пределы тюрьмы, потому что разрешает тюрьму. Два месяца это дело не рассматривалось, и сегодня, в тот долгожданный день, когда мы получили возможность доступа к инстанции, мы будем просить начало рассмотрения по существу. И если суд все-таки решил дать приоритет абсолютно необоснованному заявлению прокурора, которое могло бы подождать из тех 13 дней хотя бы еще 10, и все-таки суд решил, что оно более приоритетно, чем наша возможность рассмотреть дело по существу, значит мы этому суду заявили отвод. И теперь мы ожидаем коллегию, которая пригласит нас до рассмотрения отвода, а после рассмотрения положительного либо отрицательного отвода мы вернемся к работе, что существу. Повторяю, это было не наше желание путем отвода невольно затянуть процесс, но нам мы не можем не ответить на такое грубое и постоянное нарушение прав подсудимых.